Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. К сожалению, в связи с известными обстоятельствами, ограничениями количества платформ вещания и рекламных возможностей, на теме «Наследники» или «Самозванцы» мы решили временно приостановить цикл программ «Подкованные истории». Но есть и хорошая новость. Работа будет продолжена в формате книги, куда войдут и те темы, которыми мы не успели поделиться с вами. Эту нашу на данный момент заключительную подкованную историю, состоящую из двух серий, мы хотим начать с поездки в Старожиловский конный завод. Тем более, что это совсем недалеко от Москвы, всего в каких-то 250 километрах. И тем не менее, его посещали лишь единицы конников. А что до людей, не имеющих отношения к конному спорту или к архитектуре, о факте его существования им и вовсе неизвестно. А между тем, Старожиловский конный завод – часть знаменитого имения барона Павла Павловича фон Дервиза, построенного в конце XIX века. Бесконечно грустно, что сегодня легендарный Старожиловский выглядит одновременно и величественно, и жалко, как состарившийся Казанова. С конца 90-х, когда я впервые приехала сюда покупать трех жеребцов, он еще больше потускнел. Каждый раз, глядя на прекрасный архитектурный ансамбль конного завода, я думаю, как уцелел ты в круговерте истории. Невольно вспоминается Бунинская. Хорошо было Ною, в его жизни был только один потоп. Правда, потом пришел хам, но тоже всего один. Мы же с вами родом из страны многих потопов и многих хамов. И поэтому еще более удивительно, как смог сохраниться этот конный завод в кровавых войнах и революциях. Тем более, что на его веку как минимум трижды сменилась в нашей стране цивилизация. И каждая из победивших объявляла ошибкой все, что ей предшествовало. Но сегодня наш герой не сам завод, а замечательный жеребец русско-верховой породы, который родился в этих стенах и которому посчастливилось в жизни встретить своего всадника. Вместе они исполняют последние аккорды славного произведения под названием «Советская выездка». Поговорим мы и о русской верховой породе. Тем более, что ее судьба удивительным образом повторила все изгибы судьбы России. И, конечно, постараемся понять, являются ли современные русские верховые лошади наследниками той самой легендарной орлово-ростопчинской породы, некогда прославленной на весь мир, или прекрасная история преемственности, была создана лишь как рекламный ход в процессе регистрации новой породы. Увы, сегодня знаменитые русские верховые почти исчезли с небосклона российской выездки. На уровне национальной сборной нет больше ни одной лошади этой породы. Но если работа зоотехников, слепивших из того, что было то, что победило, некогда увенчалась успехом, значит, его можно повторить. Значит, свои отечественные икони могут появиться вновь. Было бы желание. И пусть сегодня Старожиловский завод, этот памятник архитектуры, как и уникальная русская верховая порода, пребывают в руинах, но мы-то с вами знаем, что чудеса делают люди. Ну что ж, давайте зажжем свечу, чтобы в тенях бегущих по потолку старого конного завода фон Дервиза увидеть изображения прекрасных лошадей, которые здесь рождались. Одного из них, известного на весь мир, звали Диксон, а его всадницу Нина Менькова. Именно они и будут нашими главными героями. Но прежде чем начать рассказ о том, как они встретились, Нина и Диксон, я хочу вспомнить, как здесь, в Старожилово, я впервые услышала о русской верховой породе, которая изначально называлась Орлово-Ростопчинской. А еще ранее это были две разные породы, ставшие одной не в результате полета зоотехнической мысли, а что называется рощерком пера. Поэтому в первой части нашей подкованной истории я хочу вместе с вами совершить несколько исторических путешествий. Сначала мы отправимся в 1801 год в Воронежскую губернию, в Хреновской конный завод, где граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский как раз закончил работу по созданию орловской верховой породы. Она значительно отличалась от орловской расистой, так как ее представители в большей степени переняли от арабов экстерьер и грацию, а от чистокровных английских лошадей силу и рост. И раз мы здесь, давайте откроем заводские книги графа и посмотрим лошади, каких исходных пород участвовали в ее создании. Мы видим, что на 58% это были английские чистокровные жеребцы и на 20% – арабские. В остальном – жеребцы так называемой азиатской кровности и испано-датские. Среди кобыл 55% составляли английские чистокровные и те же 20% – арабские. Чуть выше процент азиатских кровей и испано-датских – 8,9% соответственно. Здесь же в заводских книгах мы с вами прочтем, что лошади Орловской верховой были по тем временам довольно рослыми, примерно 158 см, добронравными, энергичными и очень нарядными. И еще тут записано, что рожденных в заводе лошадей с охотой покупали как подседло, так и в качестве улучшателей других отечественных пород. Вскоре эти восхитительные кони произведут отличное впечатление в Европе под седлом офицеров русской кавалерии во времена войны 1812 года. Но настоящее мировое признание они получат только после объединения с растопчинской породой. Однако обо всем по порядку. Теперь давайте проследуем на 20 лет вперед. Нам это сделать очень легко, тем более, что 20 лет в масштабах истории – песчинка. Далеко не поедем, останемся здесь же, в Воронежской губернии. Но посетим другой конный завод – Анинский, где вел талантливую зоотехническую работу граф Федор Васильевич Ростопчин. Здесь, в Анинском, мы полюбуемся лошадьми растопчинской породы, которую создал Федор Васильевич и его прекрасными арабскими и английскими чистокровными производителями. Считается, что растопчин не особо уделял внимание качествам, необходимым для манежной езды. Но мы не видим ничего подтверждающего это, равно как не можем и опровергнуть. Зато у нас есть возможность заглянуть в заводские книги графа Ростопчина. Судя по таблицам кровности исходных пород, Федор Васильевич в значительно большей степени использовал в скрещивании английских чистокровных и арабских жеребцов и кобыл. Среди жеребцов английские чистокровные составляли 45,5%, а среди кобыл – 44%. Процент арабских жеребцов был без малого 48, а кобыл – 40%. Граф Ростопчин также добавлял немного азиатских кровей, но всего 3%, зато совсем не использовал лошадей испано-датской кровности. Лошади, которых мы видим в Анинском, выглядят несколько мельче орловских. Они, возможно, чуть менее нарядны, не так высоки на ходу, но при этом более резвые. Знаменитый русский иполог князь Урусов писал, что как Орловскую Верховую, так и Ростопчинскую должно признать за закрепленных англо-арабов. А теперь я приглашаю вас проследовать еще чуть дальше, в 1845 год, чтобы увидеть, как оба завода, и Хреновской, Орлова-Чесменского, и Анинские Ростопчина, будут проданы новыми собственниками в казну, и Орловских Верховых Лошадей объединят с Ростопчинскими в Хреновском. Туда прибудут 110 Орловских и 76 Ростопчинских кобыл. Правда, сначала каждую из этих пород все же попытаются разводить по отдельности. Но поскольку обе породы относительно близки по составляющей их кровности, хотя и различаются, как мы с вами видели, по схемам скрещиваний, чиновники от коневодства не станут усложнять себе жизнь и объединят их. Что ж, задержимся в середине XIX века, чтобы понаблюдать за этими Орлово-Ростопчинскими лошадьми, появившимися по мановению пера. И что же мы видим в начале работы с новой объединенной породой? Неумелое применение водного скрещивания с чистокровной верховой, излишние опасения в использовании инбридинга и отсутствие системы верховых испытаний. Жеребцы заезжаются, но не испытываются, а кобылы даже не заезжаются. Именно поэтому в 1880 году главноуправляющим государственным коннозаводством графом Воронцовым-Дашковым, а затем и лично великим князем Дмитрием Константиновичем, в работу с породой будут внесены положительные коррективы, которые дадут основание князю Урусову. Уже в 1902 году говорить «Теперь орлово-ростопчинские лошади разводятся в чистоте, и мы можем предполагать, что вскоре наступит время, когда вновь заговорят об этой прекрасной верховой лошади как чистом типе». Надо сказать, что для подобного оптимизма были веские основания. Ведь на тот момент представители орлово-ростопчинской породы, жеребцы Франт, Факел и Фазан на Всемирной выставке в 1867 году в Париже получили золотую медаль за группу, а Факел был награжден персональной золотой медалью. Вскоре и жеребец-приятель вернется из Чикаго со Всемирной конской выставки с титулом «Лучшей верховой лошади» и золотой медалью, а жеребец-приезд с первой премией. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже жеребец-борчук также получит золотую медаль, жеребец-яшма-приятный, большую серебряную, жеребец-баянчик и кобыла-боязнь вернутся золотом, и золото получит вся группа Орлова-Ростопчинских лошадей. Это был международный триумф. Поэтому в 1912 году в Лондоне уже как должное будет восприниматься то, что жеребец-воробей получил первую премию. И вот мы с вами уже в начале 20 века и видим, что Орлова-Ростопчинская лошадь в этот период крупная, нарядная, на высоких движениях. В государственных заводах в среднем 70% кобыл имеют чистое консолидированное происхождение, и 30% кобыл происходят от арабских и английских жеребцов. Однако впереди были Первая мировая и гражданская войны, а также две революции. И если Российская империя еще будет по возможности сохранять племенной фонд, то в Гражданскую коннозаводство пострадает весьма серьезно. И тем не менее отдельные представители Орлова-Ростопчинской породы переживут лихолетие, что позволит в 30-х годах начать с ними заводскую работу. Вскоре, в 1937-м, видимо, чтобы не прославлять ее создателей, имевших явно непролетарское происхождение, породу переименуют в Русскую Верховую, хотя основные заводы к тому времени находились в Украине. В племенную работу поступит всего 10 чистопородных Орлова-Ростопчинцев, остальные же будут подобраны по типу. Во многом из-за этого переименование и начнется позже путаница. Вторую мировую войну основное поголовье потомков Орлова-Ростопчинцев встретит в Украине. И вследствие этого попадет в Германию. К сожалению, дальнейшая судьба этих лошадей останется неизвестной. Единицы чистопородных теперь уже русских верховых, в том числе и находящихся на выставке в Москве, уцелеют благодаря самоотверженности и энтузиазму зоотехников. Именно их профессиональный подвиг позволит частично сохранить племенных лошадей и во времена массового уничтожения поголовья в 50-е годы. И вот в 1978 году по инициативе сотрудников кафедры коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии началась работа, как было заявлено, по воссозданию, или, как еще говорилось, преобразованию русской верховой породы, то есть Орлова-Ростопчинской. Теперь, пожалуй, мы снова вернемся в Старожиловский конный завод, производящий состав которого к этому времени был укомплектован лошадьми тракенинской породы. Вот эти-то тракенинские лошади и послужили первоначальной базой. Для скрещивания отобрали 23 тракенинских, 12 англо-тракенинских кобыл и 3 арабо-тракенинских, то есть ни арабских, ни чистокровных верховых, ни испанских, ни датских в производящем составе не было. Но кураторы проекта решат, что тракенинская порода очень близка к датской и поэтому подойдет. Спорить с ними не станут. Близка так близка. Комплектование производящего состава шло очень трудно. И тем не менее в завод поступили 22 кобылы украинских линий, несущие в себе кровь Орлова-Ростопчинцев. Первым жеребцом-производителем становится гнедой арабский пехотинец. С большим трудом удается заполучить жеребца-набега, сына лучшего украинского производителя Александрийского конного завода Беспечного, от букета и трофейной тракенинской кобылы пластик. Вскоре также из Александрийского завода будет получен и потомок глобуса – вороной жеребец-грохот, который сразу даст интересную ставку жеребятам. Однако мы не можем игнорировать факт, что эту, нужно сказать, очень талантливую зоотехническую работу вряд ли можно назвать воссозданием Орлова-Ростопчинской породы. Термин «преобразование» тоже звучит странно, так как сразу хочется уточнить, кого и во что преобразовывали. Скорее, это была некая попытка стилизации, создания нарядной лошади для спорта в Орлово-Ростопчинском типе. Параллельно в Украине тоже кипела работа, в результате которой со временем сформируется украинская верховая порода. И хотя это будет та же Орлова-Ростопчинская кровь, ни о каком воссоздании или преобразовании в Украине заявлять не станут, равно как не станут и ограничивать себя ненужными рамками. А у нас любят сказки, вот и это прижилось. Да и важно ли то, как называется порода, если кони хороши? Ну вот, что действительно важно. Можно сказать, вынужденное использование тракененских маток пошло на пользу качеству полученного поголовья. И тем не менее, несмотря на это, кураторы русской верховой породы постепенно минимизировали использование тракенов в селекционной работе. И это в то время, как главным производителем в украинской верховой станет именно тракененский жеребец рыжий хобот. 75% его потомства отнесено к классу элита. Это всемирно известный и хор, шквал, рух. Мы не случайно подчеркнули, что хобот рыжий. В то время, как в русской верховой рыжие лошади вообще не участвуют в племенной работе. Также не берут, ну, по крайней мере, долгое время не использовали тех лошадей, чей рост превышает природные промеры. В холке выше 165 сантиметров. Однако нам пора в 1980 год. И вот мы снова в Старожиловском. Это было время, когда негативные плоды селекционной политики еще не сказались на качестве лошадей русской верховой породы. Напротив, мы присутствуем при ее расцвете и можем наблюдать, как от тракенинской кобылы Диадемы и того самого знаменитого набега, линии украинского Беспечного, родился жеребенок. Блестящий подбор, сделанный главным зоотехником Старожиловского завода Владимиром Константиновичем Фроловым. Жеребенка на завод Диксоном. Оставайтесь с нами. Вас ждет продолжение этой подкованной истории. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok